Нидерланды могут отказаться от закона о референдумах. Отменить эту норму хочет новая коалиция во главе с Марком Рютте. Почему и кто против, знает Елена Абрамович. Марк Рютте собирал коалицию рекордный для страны срок, целых 7 месяцев. А когда наконец сформировал ее на этой неделе, начал устранять моменты, которые приносили слишком много проблем. Предыдущие два срока его премьерства. Среди них закон о консультативном референдуме. Приняли его в 2015 и на практике использовали всего лишь раз. Провели голосование о ратификации соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Народ проголосовал против, что доставило массу проблем и голландскому правительству во главе с Рютте, и Евросоюзу. Хоть статус референдума консультативный, проигнорировать мнение граждан власти не могли. И вынуждены были выкручиваться. Ратификация соглашения приостановилась, пока Рютте не придумал разъяснительную декларацию к нему. Теперь коалиция подумывает, как отменить закон, который позволяет проводить такие референдумы, пишут голландские СМИ. Впрочем, инициаторы голосования против ассоциации уже заявили. Сделают все, чтобы сохранить этот закон. Готовы даже пойти, цитирую, на организацию референдума по вопросу отмены референдума. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. И уже есть первые данные экзитполов. Партия Себастина Курца выигрывает эти выборы. У нее более 30% голосов. На втором месте социал-демократы, во главе с действующим канцлером. У них 27%. И ультраправая партия замыкает тройку лидеров. За них отдали свои голоса 26%. Субтитры создавал DimaTorzok